но вы знаете за более чем 12 лет нашего сотрудничества 7 раз я был в белоруссии и конечно для меня встреча во первых президента здесь на дальнем востоке было очень таким большим и серьезным ответственным делом я хочу сказать наверно для многих жителей приморья это был тот визит который ждали которые позитивно воспринимала могу сказать на все население приморья абсолютно мы нигде не встретили каких-то скажем тех или иных отрицательных отзывов или еще комментариев по поводу визита александра григорьевича но мне кажется что вот та большая работа которую на протяжении 12 лет делали и мы где бы я не работал в каком бы регионе и сам себе александр григорьевич то что всегда меня как губернатора принимал и раскрывал возможности белоруссии для наших субъектов это и было для амурской области и для сахалина и конечно сейчас до приморья позволяет видеть ним человека и открытого и надежного на которого всегда можно положиться который всегда держит свое президентское слово и это всегда нам представляет гораздо более широкие возможности но и конечно ответственность потому что после разговора с президентом после его поручений всегда гораздо легче решаются многие вопросы вот и конечно для меня было важно вот столь короткий его визит где-то показать и приморья с тем чтобы он пообщался с людьми посмотрел настрой приморцев среди которых 30 процентов жителей корни которых ходят в белоруссию поймал что здесь единый дух и единое понимание такого же энергичного народа такого же предприимчивого и работоспособного как и белорусский народ поэтому мне кажется что вот его визиты для приморья это будет одна из ярких страниц в летописи нашего края ну во первых нужно отработать не только новые нужно хорошо укрепить и развитие тех контакты которые сегодня сложились и поставки белорусской техники для сельского хозяйства для коммунального хозяйства для автодорожной техники сейчас наиболее актуально в силу тех событий которые происходят в мире тех санкций которые испытывает россия и беларусь это ближе сплачивает нас дает возможность более глубокой интеграции вот взаимовыгодным и приемлемым решением поэтому конечно мы эти направления будем продолжать развивать это работа в том числе по поставкам общественного транспорта через лизинговая компания эта работа связана с тем что новое направление строительстве впервые появились белорусские строители строят сейчас уникальный комплекс хореографическое музыкальное училище интернат в последующем они перейдут на культурно-выставочный центр вот эта работа чем сказал александр григорьевич по созданию здесь сборочных производств что само по себе имеет большое значение для нашего края и в том числе создание такого сервисного центра с показом белорусской техники ведь сегодня уже можно понимать что с японии скорее техники будет все меньше и меньше вот поэтому кто-то должен зайти на этот рынок заменить конечно для нас очень удобно если зайдет белорусская техника мы знаем как надежных партнеров которые мгновенно реагируют на те или иные просьбы владельцев этой техники вот если ее нужно адаптировать климатическим там каким-то скажем природным условиям к той работе которую она выполняет субъекте вот то есть здесь всегда белорусские специалисты готовы разработать и на мазе и на мтз вот это большегрузные грузовики которые могут здесь быть и востребованы ну и конечно сейчас с не а сняты все ограничения в поставках сельхозяйственной продукции мы не могли получать ряд колбасной продукции вот то есть были под запретом по Россельхознадзору у нас есть стратегический партнер бабушкина крылька другие предприятия где по моему качество продукции у жителей приморья всегда вызывает положительный отклик и хорошие эмоции поэтому я думаю что это направление очень серьезным образом будет продвинуто и думаю что мы выйдем наоборот под 6 миллиардов могу сказать что в девятнадцатом он был 1,2 миллиарда поэтому есть результат от нашей совместной деятельности но самое главное что мы делаем то что хотят видеть жители приморья и то что востребовано и экономикой приморья и жителями и всеми теми запросами которые формируют повестку наших взаимоприемных взаимовыгодных отношений в том числе поставляет туда и рыбную продукцию моревую борную кислоту для дальнегорска тоже это имеет большое значение вы знаете у нас очень много красивых мест начиная с хасанского района и заканчивая и тернейским и пожарским центральной частью приморья озеро ханка но удивительнейшие места это побережье во первых одно из самых протяженных и самых красивых со сменой климатических поясов зон от субарктической до субтропической только здесь можно увидеть уникальные деревья лианы лимонника виноградника кишмиша бархатное дерево тут же рядом сосна и кедр клен береза вся палитра флоры которая так или иначе населяет и южные страны и север мы представлены приморья это уникальное животное которое здесь есть большом количестве это и пятнистый олень это тигр это снежный барс дальневосточный леопард где такое увидишь конечно только можно увидеть у нас вот великолепная бухта века великолепные очертания берегов это русский остров с его скажем исторической наследственной такой важнейшей важнейшим фортификационным сооружением владивостокская крепость самая крупная и самая последняя самая совершенная крепость мере конечно это нужно тоже посмотреть нужно посмотреть нужно посмотреть на город проехаться по мостам посетить наши музеи посетить приморскую сцену мариинского театра обязательно побывать в наших кафе ресторанах попробовать там морепродукты которые здесь каждый готовит очень вкусно старается это подать в общем я хочу сказать что у нас же не так много мест где теплое море значит это крым сочи всегда переполнены сезон здесь можно доехать на поезде посмотреть всю россию что тоже будет увлекательно и удивительно и запоминающий можно прилететь самолетом поэтому всегда рады гостям из белоруссии и постараемся создать необходимые условия для отдыха ну я начиная от бреста наверно то самой западной границы до минска я и на машине проехал белоруссию это конечно и могилёв минска и бреста и очень много посещал предприятий и предприятие дзержинская мини дзержинского вот пищекомбинат там крупнейший комплекс такой вот и ждановичи и другие предприятия бывают поэтому для меня беларусь понятно мне есть и места где еще не был там белорусской пущей который хотелось бы посмотреть и много там всего красивого что в процессе своей работы может быть мне не всегда удается посетить но и обязательно это сделаю но мы всегда привозим хорошие изделия мы всегда привозим хороший колбас привозим хорошие сыры зубровку это традиционный напиток вот поэтому никогда не возвращаемся с пустыми руками и ребята из беларуси не дают им этого сделать вы знаете она всегда на высоком уровне особенно когда она из президентского пула вот то есть это высочайшее качество вот поэтому после визита еще не приступали что-то попробовали с чем-то поделимся обязательно с друзьями со знакомыми дадим всем попробовать значит да то есть но это та продукция которая и есть в том числе на наших полках и чем ее будет больше тем шире будет разнообразие особенно это важно в этот период когда где-то по каким-то продукциям были сбои мы их знаем значит и беларусь здесь как надежный партнер пришла как говорится рядом на помощь всегда сказал о том что она готова нам поставлять с тем чтобы у нас не возникало проблем именно в поставке продовольствия